Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Источник успеха» и ее ведущий Алексей Воинов и Елена Сурканова. А сегодня у нас в гостях Ольга Киселева, директор по развитию сетей фитнес-клубов World Gym в России. Здравствуйте! Здравствуйте! — Мы сегодня поговорим о том, каким образом успех связан с человеком спортивным. Тем более мы все сейчас находимся под влиянием олимпийских событий, в том числе, и Олимпиада делает спорт более популярным. И с точки зрения современного человека, насколько важно быть спортивным? — Равно ли это быть успешным? Вроде как мы говорим, что сейчас важно заниматься только цифровыми технологиями. В этом, так сказать, тренд, это острее атаки. Каким образом сейчас занятие собственным телом и здоровьем вписывается в такой ритм жизни? — Индустрия, в которой я работаю, это социально ориентированный бизнес, бизнес, ориентированный на здоровье любого человека. И находиться в физическом тонусе, в некой физической активности, постоянно себя поддерживать в этом, это дает колоссальное количество других возможностей. То есть ты меньше болеешь, ты быстрее соображаешься, ты быстрее принимаешь решения, потому что спорт и фитнес в том числе дают возможность концентрации, организации собственного дня. Это тайм-менеджмент определенный. Попробуйте три раза в неделю спланировать свой график таким образом, чтобы полтора-два часа провести в клубе. То есть на самом деле это некое новое качество жизни именно с той точки зрения, что вы сможете построить свой график таким образом, чтобы еще и быть в состоянии планировать свой день корректно. — Ну вот а как современный человек, который, скажем, человек офисный, назовем его таким образом, он просидел целый день в офисе, потом пришел и занимается какое-то определенное количество от и до, там, час или там полтора. Насколько вообще, в принципе, это полезно для здоровья, вот такие-то резкие перепады? Ведь мы не ведем активный образ жизни целый день. И вдруг в конце дня мы даем такую нагрузку, насколько это с медицинской точки зрения, насколько это правильно? — Ну, во-первых, у вас есть выбор. Вы можете пойти до офисного дня позаниматься. — Вы можете не пойти в офис и сразу позаниматься. — Это плохой выбор. Это неправильный выбор. Вопрос в том, что, если мне память не изменяет классики, у меня экономическое образование, и еще классики марксизма-ленинизма говорили нам о смене деятельности. Любая смена деятельности приводит к активизации организма. Вы в пусть банана сидите перед компьютером на протяжении какого-то промежутка времени, там, 6-7 часов. И потом, приходя в зал, вам не обязательно бегать на дорожке со скоростью 12 километров в час в течение 40 или 50 минут. Это совершенно не обязательно. Фитнес подразумевает разные типы нагрузок, в том числе и мягкие, в том числе и растяжки, в том числе и какие-то танцевальные вещи. То есть вещи, близкие к вашему обычному образу жизни. Знаете, у нас на одном проекте была любопытная история. Мы сделали такую опцию, необычную для фитнес-клуба, как скалодром. Вы представляете себе, огромная скала, зацепы, красивые молодые люди, которые умеют все это делать. И сделали мы этот скалодром на проекте, который был расположен в таком бизнес-центре. То есть окружен в основном бизнес-центром. То есть люди, которые достаточно долго, достаточно монотонно занимаются каким-то трудом, в основном, смотря в экран монитора. Так вот, такое переключение, такой а-ля-экстрим дает этим людям возможность почувствовать себя другими. И это психологически очень важно. То есть, в принципе, нагрузку можно подобрать, скажем так. Индивидуально, по желанию и, как вы уже сказали, в зависимости от ваших способностей, образа жизни и так далее. А все-таки что нужно психологически, как человеку настроить себя и понять, что нужно пойти? Ведь пойти хотят очень многие. Наверное, все хотят пойти. Но все равно какой-то процент откладывает на завтра, послезавтра. И это растягивается на годы. Котивировать? Да. Себя? Вы знаете, на самом деле, в этой ситуации важно сделать один первый шаг. Буквально дойти до любого фитнес-клуба в вашем ближайшем расположении. Потому что атмосфера, которая в фитнесе существует, она втягивает человека. Красивые дамы, которые танцуют там belly dance, танец живота. И все это... Тебе хочется так же двигаться. Молодые ребята, которые перед зеркалом в зоне свободных весов поднимают, там, большие гантели у них, красивые бицепсы. Причем очень часто мы боимся, ну, мы как профессионалы, мы очень часто боимся, что человек, переступая порог фитнес-клуба, будет чувствовать себя неловко. А я не такой, а у меня вот животик, а у меня я вот как-то двигаюсь не очень правильно, и мне как-то очень страшно. Именно поэтому мы стараемся в начале, когда человек приходит, ну, во-первых, атмосфера, потому что все двигаются. Не важно, вот, насколько хорошо все двигаются, но все двигаются. И когда человек приходит, его поэтапно включают, ну, по крайней мере, там, профессиональные фитнес-клубы, где профессиональный менеджмент, поэтапно включают в последовательность. То есть не обязательно сразу бежать в тренажерный зал. Нужно последовательно познакомиться со всеми видами программ, посмотреть, что тебе больше ложится на организм, и каким образом ты можешь последовательно включиться. У нас обычно в клубе есть так называемые функциональные диагносты, люди с медицинским образованием, которые делают некий анамнез, которые делают исследования, так называемое фитнес-тестирование. На нашем языке это звучит как фитнес-тестирование. Смотрят частоту пульса, нагрузки, которые для тебя возможны. Смотрят тот объем упражнений, те проблемы, которые у тебя существуют, объем нагрузок, которые тебе возможны. И передают уже инструкторам. А инструкторы подбирают под этот тип нагрузок, аэробная нагрузка, побегать на тренажере или покрутить цикл, или сделать еще что-то, или потанцевать, или степ-аэробикой заняться. И тогда человек включается в это последовательно. На самом деле для человека, который никогда не был в фитнес-клубе, главное сделать первый шаг. То есть он будет захвачен этим движением, да, и какой-то вот такой динамикой, да, наверное? Да, да. А вот скажите, пожалуйста, как вы решаете вопросы, и вообще в спорте очень важен наставник, то есть такой институт наставничества, тренера. Вот у вас как вот происходит вовлечение именно человека, который только что пришел, вот эту атмосферу путем наставничества, то есть институт тренеров как-то вот развивается, и насколько вот он важен? Ну, это на самом деле самый важный момент, поскольку на нашем языке, на профессиональном, это называется ведение клиента. То есть у клиента, во время адаптации клиента к нахождению фитнес-клуба, к занятиям фитнесом, есть несколько этапов. Они четко прослеживаются, никто ничего нового не изобрел, это происходит с каждым. Первый этап – знакомство, и на этом этапе обычно есть, это называется менеджер по сервису, в разных клубах это называется по-разному, менеджер по сервису, как угодно. Человек, который с первой встречи, с момента прихода, с момента покупки клубного членства организует работу человека в клубе, записывает его на определенные услуги, расспрашивает его о том, насколько ему понравилось, что ему понравилось, что ему не понравилось, комфортно, некомфортно. – Это элемент заботы о человеке, который приходит. На самом первом этапе адаптации в течение полутора-двух месяцев это происходит с определенной регулярностью. У нас есть такие реперные точки в ведении клиента, когда необходимо понять, где клиент, ходит ли он, записался ли он, прошел ли он ту или иную услугу и так далее. И вот в течение полутора-двух месяцев эта ситуация контролируется очень тесно, то есть с клиентом очень тесный контакт. После этого клиент адаптируется, он уже сам практически все понимает. Если он хочет, он может пойти, если он хочет достичь результатов быстрее, он может пойти на персональную тренировку конструктору, которая как раз и будет его наставником. То есть он будет увеличивать ему веса, он будет менять ему программу, он будет мониторить результаты его достижений. И в течение определенного промежутка времени вести его к поставленным целям. Вот в такой форме это происходит у нас. А вы как-то мотивируете людей, чтобы они ходили, например, за какие-то программы лояльности клиентов? Конечно, да. Конечно, все это существует. Существуют с точки зрения такой грубой материальной мотивации, например, если вы покупаете 20 персональных тренировок с инструктором, это будет вам стоить дешевле, чем одна тренировка в разовой покупке. Это грубая материальная мотивация. Кроме того, в клубах вот эта атмосфера, о которой я вам говорю, такая достаточно френдли, достаточно такая включающая в себя человека, она формируется всякими ивентами, всякими событиями. У нас, придя в любой из наших клубов, обязательно идет какое-нибудь соревнование, в детском ли клубе. Там дети что-то танцуют, что-то лепят, что-то рисуют через кого-то. Вовлеченность такая людей именно в процесс интерактив, да? Да, да. Молодые люди, которые там в жим лежа, что-то еще, дамы, у которых мастер-классы по разным видам направлений. И это формирует некую атмосферу, а, соответственно, некую лояльность к клиенту. Иногда, знаете, бывают такие ситуации, что клиент переезжает, меняет место работы, ну, в зависимости от того, где у него был клуб, рядом с работой или с рядом с домом, переезжает или меняет место работы и продолжает ездить. Такое случается все реже, потому что индустрия развивается, но, тем не менее, это очень часто бывает именно из-за атмосферы. То есть в рамках сети клубов человек все равно ездит в какой-то определенной. — Да, так бывает, так бывает. — Он привязан к людям, да, каким-то, к тренерам? — Обычно к конструктору, конечно. Обычно к конструктору и к атмосфере в клубе. Иногда, у меня буквально вчера была ситуация, когда одна из клиентов клуба жалуется, ребята, почему вы убрали такую замечательную Машу, мы так все к ней привыкли, мы на нее все время ходим, а Маша профессионально выросла. Она стала руководителем в другом клубе, руководителем подразделения. И вот, понимаете, вот эта вот ситуация, когда клиент идет на человека, на инструктора. — Человек всегда идет к человеку. — А это в услугах однозначная совершенно возможность, только так. — Да, интересно. Вот мы знаем, что очень много общего между бизнес-командой и спортивной командой. А как быть вот с индивидуальными спортивными занятиями? Как вот, скажем, когда человек, ну скажем, хоккей, футбол, вроде как командная игра. — Командная игра. — Да. — А, скажем там, единоборство, ну как правило, это такое очень персонифицированное, личностное. Как вот человек, скажем, это разные психотипы людей или просто спорт дает какие-то разные просто грани, собственно говоря, успех? Один просто любит в команде играть, другой единолично хочет. Какая-то есть такая связь в рамках фитнеса? — В рамках фитнеса совершенно точно у человека есть выбор, потому что групповые занятия, представляете, 40 дам, которые прыгают на степах, причем делают это очень красиво и элегантно, а от этого формируется некая причастность к команде, да? Вот это очень здорово. — Вместе веселее. — Да. Вы знаете… — Друг друга они подогревают, скажем так. — Однозначно совершенно, потому что очень часто случаются такие вещи. У человека есть особняк, у человека в особняке есть тренажерный зал, у человека в особняке есть бассейн, но есть все. У него хорошее профессиональное оборудование. — Души нету. — Он ходит в клуб, да. Он ходит в клуб тренироваться, потому что там люди. Это с одной стороны. С другой стороны, есть люди с совершенно другим психотипом, которые привыкли добиваться успехов индивидуально. И эти возможности… — Давайте мы про индивидуалистов поговорим. Мы сейчас вынуждены прерваться на рекламу и вернемся к разговору об индивидуалистах. А сейчас реклама на телеканале «Про бизнес». И снова здравствуйте! В эфире программа «Источник успеха» и ее ведущий Алексей Воинов и Елена Суркан. А у нас в гостях Ольга Киселева, директор по развитию сети фитнес-клубов фолл-джим в России. — И снова здравствуйте, Ольга. — Снова здравствуйте. — Давайте продолжим разговор про индивидуалистов в спорте, которые привыкли добиваться всего сами. — Да. И фитнес-клубы в этом плане тоже позволяют достичь этого результата. Знаете, у нас в клубах тренируется масса людей, которые… В основном это, конечно, люди, которые занимаются в тренажерном зале бодибилдеры. Или какие-то спортсмены, направленные на увеличение мышечной массы и так далее. У нас есть ребята, которые выступают на многих соревнованиях в разных бодибилдерских ассоциациях. И естественно, что это индивидуально трудная, сложная, этапная индивидуальная работа. И в этой ситуации клуб, любой фитнес-клуб дает возможность человеку достичь этих результатов, потому что есть профессиональные инструкторы, которые знают, какая должна быть диета, какие должны быть комплексы упражнений, какая должна быть чистота этих упражнений и так далее. Поэтому с точки зрения как индивидуального, так и коллективного взаимодействия фитнес дает эти возможности. – Вы знаете, раньше, когда я посещал фитнес, видел такую картину, что часть людей, которые приходят вроде как позаниматься фитнесом, они, знаете, спят возле бассейна на таких удобных шезлонгах. – Вот сейчас есть такие, так сказать, посетители? – А программы у вас есть такие? – Да. – Это одна из апостасей фитнеса на самом деле. На самом деле, даже тут есть некое разветвление. Фитнес можно воспринимать как этапность, как достижение, как стремление что-то достичь. А вторая группа клиентов – это люди, которые ищут тусовки, ищут некой коммуникации. Иногда бывают ситуации, что люди персонально тренируются с инструктором ради общения. Инструктор как психолог выступает в этой ситуации. – И поговорить. – Да, а поговорить – это ровно про это. Это одна часть клиентов вот этого направления, которое воспринимает клуб как тусовку. А вторая часть – это действительно люди, пришедшие за релаксом. Вы знаете, в одном из наших клубов есть программа, у нас есть песчаная комната, песчаная зона. Горячий, подогревающийся песок, с меняющимся температурными режимами внешними, с меняющимся звуком, светом и музыкой. Это релаксационная программа. – День на пляже. – Человек приходит, а у него восход в Санта-Монике над океаном. Со всеми запахами, звуками, шумом прибоя и так далее. Это релакс. Естественно, что есть люди, которые просто лежат в зоне бассейна на шезлонгах после хамама. Почему бы и нет? Это блок релакса. Но вы знаете, целевые аудитории клубов очень сильно различаются. Потому что есть клубы, которые расположены в спальных районах, и там вот таких клиентов больше. Потому что там в основном молодые мамы, женщины не работающие. Мужчины уехали работать, дамы занимаются собой. И в этих клубах мы обычно делаем большие спазоны, салоны красоты с большим набором услуг для того, чтобы женщина могла… Все в одном месте сделать. Да, занять себя и реализовать в этом плане. Клубы, которые находятся в деловой части города, обычные, более драйвовые. Там к минимуму сведен объем услуг, связанных с уходом за собой. Вот минимальные волосы, ногти, массаж и так далее. Солярий там еще что-то. Да, солярий что-то, да. И практически нет вот таких релаксационных зон. Уж точно песчаную комнату мы в этой ситуации не сделаем. Может быть, сделаем песок для того, чтобы в волейбол поиграли на песке. Ольга, а вот наличие карточки фитнес-клуба сейчас как-то характеризует успешного человека или, наоборот, успешный человек должен иметь ее как атрибут? Да, как атрибут. Вот что как бы сейчас первичный, вот на ваш взгляд, ну вы же много людей видите, которые к вам ходят. Они приходят за успехом в фитнес или успешные люди приходят за фитнесом, скажем так? Очень хороший вопрос, отражающий тенденцию в нашей индустрии. Я в индустрии, наверное, с 2000 года я видела развитие клиента, портрета клиента. У нас был первый клуб 7000 квадратных метров. Он был огромный, очень помпезный, с огромным зимним садом, с большим бассейном, с большим комплексом услуг. Так вот, иметь клубную карточку в портмоне этого клуба было престижно. Это вот когда человек открывает бумажник, а у него такая золотая карточка World Gym лежит. Это было очень круто. Время проходит, это был такой, наверное, 2001, может быть, 2002 год. Сейчас у нас на дворе 14-й. И сейчас ходить в клуб, ходить в фитнес-клуб, это не значит приобщаться к страте, к какой-то социальной страте, а просто поддерживать себя, потому что ты устаешь, у тебя динамика, у тебя перелеты, тебе нужно как-то восстанавливаться. И это просто такая вот функциональная необходимость. Знаете, я много была в Америке, но в силу того, что партнеры наши главные, это американская компания. И нам, конечно, еще до этой ситуации достаточно далеко, но в Штатах есть такой сегмент фитнес-клубов, когда люди из офиса, 40-минутный обеденный перерыв, они спускаются в зал, 30 минут тренируются, быстро принимают душ и возвращаются на рабочее место. Вот когда фитнес становится просто, как утром чашку кофе выпить. — Необходимостью, составляющей частью жизни. Мы к этому идем, и в Москве это уже есть абсолютно точно. В регионах это чуть меньше, в регионах пока еще это некая статусность. Но, тем не менее, это тенденция развития индустрии. — А для клуба вот что значит успех? Это только лишь финансовая составляющая или что-то еще? — Вы знаете, тут у меня вот такой двойственный какой-то момент. Потому что я, с одной стороны, представляю сеть, и для сети World Gym успех — это узнаваемость, это комфорт клиента, это хорошее реноме бренда на рынке. Это для сети. Для клуба, конечно, очень важен финансовый успех, поскольку фитнес-коммерческое предприятие. — Это предприятие, конечно. — Да, причем без государственных льгот абсолютно, что, в общем, очень печально, и мы по этому поводу очень много говорим. — А, кстати, на Западе есть финансовые льготы для… — Вы знаете, во многих странах ситуация такова, что при аренде помещений фитнес-клубы арендуют помещения не по коммерческим ценам. — По другим ставкам, да? — Да. — Как социально ориентированные. — Да. И это очень важно, потому что расходная часть фитнес-клуба на аренду… — На аренду огромная. — Она высокая, она процентов 30, наверное, в расходной части занимает. И карта могла бы быть дешевле, но мы все сетуем на то, да, все клиенты сетуют на то, ну, боже мой, ну, как же так может быть? — Дорого. — В Америке карта стоит 10 долларов в месяц, а в России 35 тысяч рублей, ну, как так можно? Давайте сравним исходные… — Средневаренные ставки. — Да. — Вот. И так какая-то философия тоже может быть одним из элементов успеха? — Конечно, конечно. Понимаете, самое главное у любого фитнес-клуба финансовый успех из чего состоит? Он не состоит из того, чтобы нам максимально продать и, там, получить максимальное количество денег на услугу. — Ну, конечно. А потом очередь будет в раздевалках, машину не припаркуешь. — Да, да. — Самое главное для фитнес-клуба — это удержать этих клиентов. Продать несложно. Сложно этих клиентов удержать. Вот у вас прошел год или полгода вашей клубной — Все вернулись опять, и новые пришли еще. — Да. Пришли новые, и остались предыдущие. Ушли ли они? А если вдруг они ушли? А если у вас тесно в раздевалках, они уйдут? Поэтому, с этой точки зрения, у клуба должны быть комфорт и атмосфера. Именно эти две составляющие — это составляющие успеха каждого фитнеса. — Удержание клиента дорого, да, наверное, свое? — Вы знаете, удержание клиента — это сервис. Сервис — это люди. Люди — это обучение. — Обучение — это деньги. — Обучение — это деньги. Вот такая цепочка. По-другому никак не получается. Обучение и технологии. На самом деле, технологии — бизнес-процессы. Как бы мы ни говорили, что услуги очень трудно перевести в систему процессного управления, это необходимо делать. Каждая тренировка, человек приходит на тренировку к одному инструктору, она идет 15 минут. Он приходит на тренировку к другому инструктору, она то же самое, к другому, она идет 45 минут. Я за что заплатил деньги в случае 15 минут и в случае 45 минут? Поэтому стандартизация и бизнес-процессное управление, создание бизнес-процессов — только такая услуга, в таком виде за эти деньги продается клиенту. Тогда клиент точно уверен, что он не зря заплатил свои деньги и он лоялен к этому клубу. — Клиент, такое, знаете, немножко выхолощенное понятие. Клиент вроде бы пришел в магазин, еще какую-то осуществил совершенно бездушную серию действий. — Сера таких рисует на всяких плакатах. Клиент такой в шляпе какой-то, непонятный человек. Что такое? — Знаете, я очень осознанно употребляю этот термин здесь с вами, для всей аудитории. На самом деле внутри сети мы людей, клиентов, зовем членами клуба. И согласитесь, это другой психологический подтекст. — Конечно. — Членство в клубе, член клуба, это значит, что человек причисляет себя и состоит членом какой-то приятной ему ассоциации людей. И, соответственно, атмосфера клуба складывается ровно из этого. Исключительно так. Слово «клиент» я употребляю, когда не внутри сети. — Ну, для того, чтобы, наверное, все это было комфортно для человека, все эти процессы должны быть скрыты. Вот эти клиентские программы, ваши внутренние стандартизации и так далее, да, на выходе просто… — На выходе человеку должны улыбаться, помнить его по имени, давать тот шкафчик, который он обычно берет. — Если кто-то опаздывает или что-то, какая-то проблема существует, человек должен быть об этом извещен. И если… Вот, вы знаете, я очень много езжу по разным фитнес-клубам по всей России. И я четко совершенно знаю, что когда я прихожу в клуб, если со мной первый человек здоровается, это значит, что атмосфера в клубе хорошая. Поэтому вот некая благожелательность, желание помочь человеку, человек боится этих тренажеров. Вы придите, там же железки, страшно же, это же кнопки. — Ну и потом неуверенность в себе, ты придешь, непонятно там. — Да что делать? — Они уже давно бегают, а я-то только что, вдруг мне не получится бежать. — Поэтому доброжелательность, все эти бизнес-процессы, это не что иное, как доброжелательность. Чтобы инструктор, дежурный инструктор, находящийся в зале, не сидел на стойке инструкторской, не играл в мобильный телефон, а ходил по залу и предлагал свою помощь, и смотрел, все ли нормально. Не жмет ли он, вот этот вот человек не жмет ли больше, чем он может, не перекашивается ли у него в процессе жима что-то. Именно вот это формирует ощущение, что ты не брошен, за тобой здесь вот, тебе здесь помогают. И ты, и никто не осуждает твои неумения. — То есть неудачи не вызывают смех, они вызывают желание помочь и каким-то образом позаботиться о человеке. Вот это очень важно, потому что люди часто боятся. — Боятся, в самом деле, этого и ищут, да, заботы, внимания. — Ищут заботы, какое-то теплое отношение. — И поддержки. Именно не хватает в жизни этого. — А вот как вы видите вообще развитие дальнейшего фитнеса как направления? — Ну, вы знаете, мы же, как получается, есть же определенные тенденции. Фитнес зародился в Штатах. Это произошло там в середине 70-х, начало середины 70-х годов прошлого века. У развития этой индустрии существуют определенные тенденции. Мы идем теми же шагами. Все начиналось с огромных клубов, с большим комплексом услуг, как мы называем это, золотыми унитазами. Ну, пафосных проектов, доступных только очень платосуществоспособным людям. — Состоятельным людям. — Да, да, да. — То есть сейчас мы можем сказать, что фитнес перешел в ранг практичности. — Да, абсолютно так. — Ну, что же, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, Ольга. Я думаю, что нам всем понятно, что для того, чтобы быть успешным, нужно заниматься фитнесом и следить за собой. И в заключении программы я хотел вам подарить такой маленький подарок. — Спасибо. — Это функциональный напиток «Живица» от нашего основного партнера компании «Архыс». И «Живица» тоже, как индустрия фитнеса, заботится о вашем здоровье. — Спасибо большое. — А с вами была программа «Источник успеха», ее ведущие Алексей Воинов и Елена Сурканова. — А у нас в гостях была Ольга Киселева. — Спасибо. — Спасибо большое, Ольга. До свидания. — До свидания. — До свидания.